Спасибо большое, что пришли сегодня. У нас сегодня несколько товарищей представляют книги. Валентина Владимировна, только что высшая книга про партизан Ленинградской области, партизан-героев Советского Союза Ленинградской области. Еще пару книг своих представлю я, потом Максим Коломеец, как всегда, он представляет книгу, а там не КВ, а, как мы знаем, там КВ достаточно медленный, поэтому КВ-12, поэтому Максим чуть позже приедет. Значит, как мы и говорили, Егор Яковлев только что выпустил свою книгу, которая называется «Война на вискажение», и в анонсе было написано, что книг будет немного, но это было достаточно раскручиво сказано. На самом деле книг ровно две, к сожалению, потому что издательство утверждает, что все книги отдало буква «Е», и Егор отдал только две книги. К сожалению. Да, но у Егора, собственно, личные обстоятельства, заставляет его начать презентацию первую, поэтому Егор, прошу. Спасибо. Коих, спасибо, уважаемые гости, мне очень приятно, что вы пришли, в том числе и на презентацию моей книги, к сожалению, вот мы с издательством друг друга не поняли, и основная презентация пройдет 3 марта в магазине «Бухлоед» на Некорском проспекте. Но, тем не менее, уже сейчас можно заказать книгу в интернет-магазине «Лабиринт». Я немного расскажу про это издание. Несмотря на небольшой объем, я готовил это издание в течение пяти лет, и считаю, что это необходимая книга, которая стоит в череде такого рода изданий. Первым из них была книга, которую прочел я сам, эта книга известная Александра Дюкова, издававшаяся подрастными названиями «Русский должен умереть», другое название, за что сражались советские люди. И эта книга меня потрясла в свое время, потому что уже много лет я не читал ничего подобного о характере нацистской агрессии. И вот эта книга Александра Дюкова, она начиналась с очень правильного посыла, о том, что, разбирая характер различных операций в Великой Отечественной войне, занимаясь хитросплетениями политических интриг, мы забыли о самом главном, о том, какой характер эта война несла для нашего народа. И более того, сам истребительный характер этой войны в последние десятилетия начал подвергаться сомнению. Мы не знаем, насколько внимательно следить публикациями на правых и ультраправых сайтах, например, я в ходе цикла лекций, которые я читал Дмитрию Юрьевичу Пучкову, а на сайте Опер.ру неоднократно получал вопросы от представителей молодого поколения, которые пытались оспорить те тезисы, которые я излагал как раз в обстребительном характере, о причислении, скажем, славянства к низшей расе, постоянно шли отсылки к таким явлениям, как существование этнических русских соединений в СС, дивизии СС Галичина, постоянно задался вопрос, почему, если славяне подчислялись в Третьем Рейхе к низшим расам, то Германия нацистская состояла в союзнических отношениях со славянскими государствами, как в Балгарии, Словакии и Хорватии. Все вот эти вот вопросы нуждались в своем, нуждались в ответе. И кроме того, в ответе нуждался самый главный вопрос, существовала ли какая-то единая программа, какой-то единый план уничтожения славянского населения на территории СССР, или такие явления, как уничтожение военнопленных, блокада Ленинграда, Хатыни и прочая карательная операция и действия Аньзацкомат были какими-то случайными эксцессами или в крайнем случае, ну, боинскими преступлениями, конечно, но не геноцидом, то есть не результатом какого-то явного плана, явного намерения. И ответ на этот вопрос я не знал сам. Мне было очень интересно составить об этом какое-то свое представление. Погрузившись в материалы, я пришел к поводу, что такая программа действительно существовала, и источником ее явились разработки Министерства сельского хозяйства и продовольствия нацистской Германии. Конкретно автором этого плана был статс-секретарь этого министерства Герберт Баки, который убедил Адольфа Гитлера и других Бонс-Рейха накануне начала войны в том, что Германия сможет продолжать боевые действия против Англии, против Запада, только в том случае, если и сама Германия, и ее войска на фронте смогут снабжаться продовольствием за счет российских и советских ресурсов, в первую очередь за счет зернов. Но изъятие зерна в том объеме, в каком это требовалось для продолжения войны, неминуемо прикалов на голодную смерть миллионы граждан Советского Союза, сам Баки оценил это число в 30 миллионов человек. И это, собственно, и явилось тем дополнительным практическим аргументом, которого не хватало Гитлеру для того, чтобы решиться на войну, на уничтожение. И эти практические аргументы сомкнулись с давними мечтами Гитлера о немецкой Америке. Потому что, как я рассказывал, здесь в этой книге с самого детства фюрер был поклонником, будущий фюрер был поклонником книги «Покорение американского Запада». И для него стратегия Британии, которая защищала жизненное пространство против уничтожения индейского населения Северной Америки и аборигенов Австралии, она была образцом и изиатом. Фюрер мыслил крупными историческими отрезками. Он полагал, что мораль приходящая, а могущество государственное остается. Британия уничтожила, скажем, аборигенов Австралии. Но теперь про них никто не вспоминает. Они освободили это уничтожение, открыли дорогу для британского могущества. И точно так же уничтожение аборигенов России откроет дорогу к могуществу тысячелетнего Рейха. И через попрошествие вот этих тысячелет, никто и не вспомнит о том, что когда-то были такие издержки в форме уничтожения целых народов. Аналогичные мечты были и у главного руководителя расовой политики Рейха, Генриха Гиммлера, которому больше нравятся примеры собственно немецкой истории. Он поклонялся памяти тех немецких средневековых правителей, которые уничтожили славян в Центральной Европе. И, собственно, продвинули германский мир далеко на восток, за Эльбу. В книге я уделяю внимание такому явлению, как создание культа в нацистской Германии собственно вот этих правителей, Генриха Птицелова и особенно Генриха Льва, которые организовали натиск на восток. И, собственно, вот первую программу уничтожения славянских народов воплотили в Средние века. Собственно, вот все эти факты я изложил. Надеюсь, что понятно, надеюсь, что интересно. И буду рад любым отзывам по поводу вот этого материала. Как я уже сказал, к сожалению, у меня сегодня две книги. Не знаю, что с ними делать, но я готов их подарить. Я готов принять дару. Ну, собственно, одну, наверное, нужно дать библиотеку музея. Библиотеку музея, они написали, знаете, что библиотеку музея надо написать три. Да, да, да. На самом деле, честно скажу, уважаемые гости, я был несколько бескуражен тем, что издательство, которое отдало якобы все буквоет, лабиринт, не нашло человека, который бы сюда привез коробку книг, ее продал за живые деньги. В общем-то, много странно, потому что это же самое лучшее. Это фактически у нас такой мини-книжный фестиваль здесь. То есть он не в форме книжного салона для много издательств. И он идет несколько дней. У нас бесплатный день библиотеку музея в библиотеку музея. И почему-то не приехали поторговать вообще событием. Это проводим уже два года подряд. Ну, извините, но так получилось, видите, Егор, в следующий раз издавай сам. Я тебе подскажу, как это сделать вообще все. Будешь сам торговать. Ну, что ты не издать? Да, это все, на самом деле, механика у нас. Хорошо, да, пожалуйста, я готов. Да, уважаемые гости, пожалуйста, вопросы к Егору. То есть вы об этой книге вообще услышали первыми, причем в закрытой маленькой аудитории, точнее, открытой, но следующее будет 3 марта, и там, наверное, на Лиговском будет какая-то дикая толпа, потому что его придут Дмитрия Юрьевича. Да, и Пышков. Поэтому задавать вопросы сейчас. Можно вопрос? Да, пожалуйста. А продолжение к ней будет или это окончательное решение вопроса? Нет, это окончательное решение вопроса. Безусловно, это только первый прикид. На самом деле, писать нужно еще много, но, во-первых, тема не закрыта. Еще много чего. Много куда нужно копать. Один из важных вопросов, например, это потери. Не проясню, конечно, до сих пор. Вот та цифра, которая утвердилась в общественном сознании, там, 26,6 миллионов цифра, это в известной степени лукав. Объясню, почему. Во-первых, 26,6 это демографические потери населения, в принципе. Это не те люди, которые погибли на поле боя, не те люди, которые были уничтожены в ходе войны. В эту цифру, например, входят потери от эмиграции. Потери от эмиграции и от послевоенной автации, то есть от обмена населением с другими странами. В первую очередь с Польши, потому что сразу после войны значительная часть советских поляков выехала в послевоенную Польшу, а из Польши Советский Союз приехали в Украину, Белоруссию, в польские украинцы и белорусы. Вот сальдо этого обмена составляет, плюс эмиграция, составляет примерно 1 миллион 400 тысяч человек, которые следует вычести, собственно, потери Великой Отечественной войны. Просто больше на 1 миллион 400 тысяч человек людей уехало из Советского Союза. Плюс, что такое эмиграция, это те люди, которые, как правило, бежали с нацистской армией на запад, либо астербайтеры, оставшиеся на западе. То есть общие потери погибшими, они не намного, но меньше. Дальше соотношение военных потерь и гражданских. Там тоже далеко не все понятно. Вот я попытался разобраться с вопросом о том, каковы были реальные гражданские потери. Думаю, что они были огромными, но все-таки те цифры, которые приведены в известной работе, написаны под руководством генерала-лейтенанта Кривошеева, они все-таки завышены. А военные потери ненамного, но занижены. Я думаю, что потери были примерно одинаковые. То есть, но, но, здесь надо иметь в виду, что помимо гражданских потерь еще порядка от 3,3 десятых, то 3,8 миллиона военнопленных были уничтожены целенаправленно. Они были жертвами именно войны, поэтому их следует тоже причислять к жертвам геноцида. Я оцениваю общее число геноцида примерно в 16-17 миллионов человек, но с учетом военнопленных. Но это очень серьезный вопрос, который нуждается в глубокой проработке. Потом, второй момент, который обязательно надо дальше прорабатывать, это, собственно, реализация плана Голова. Вот одна из основополагающей идеи, как раз третьей главой моей книги, это то, что геноцид планировалось осуществить именно Голова. План был такой. Окружение крупных городов, блокирование продовольственных цепочек, то есть у аналитических служб Министерства сельского хозяйства, были карты, на которых обозначались производящие продовольствия в области Советского Союза и потребляющие. Вот потребляющей была так называемая лесистая зона, которая включала в себя Белоруссию и всю Центральную Россию. Эта Центральная Россия подпадала под действия эсэсовской службы, которую руководил генерал Бахзелевский. И по косвенным данным, я пытаюсь обосновать идею, вслед за немецким историком Кристианом Герлоком, что именно Бахзелевский должен был царить за воплощение этого плана Голова, который заключался в том, чтобы блокировать поступление продовольствия в потребляющие области Советского Союза. И в связи с этим очень важным является как раз тема блокады Ленинграда. Потому что я показываю, что блокада Ленинграда была запланирована нацистскими службами еще до начала агрессии. До 22-го июня впервые о блокаде Ленинграда, как о плане, говорится в документе от 23 мая 1941 года. Это меморандум штаба Альденбург. И точно такая же технология должна была быть отработана и на Москве. То есть город окружается, дальше с помощью авиации, артиллерии уничтожаются его жизненно важные системы жизнеобеспечения. И дальше население частично умирает от голода, а частично выдавливается дальше в лесистую зону, которая впоследствии также обрекается на голодную смерть, потому что прерывается в продовольственной цепочке. То есть туда не подвозится продовольствие для населения. И вот существование этой программы и тесная смычка идеологии Герберта Баки с намерениями Генриха Гиммлера и спровоцировала такие жестокие действия Айнзас Каманд и эсэсовских карательных соединений, как мне кажется. Более того, есть основания полагать, на мой взгляд, что программа Холокоста вытекла из этого плана Баки. То есть поскольку 30 миллионов человек на территории Советского Союза все равно лишние, они все равно должны умереть, значит их можно убивать прямо сейчас. Их жизнь уже ничего не стоит. Поэтому на Западе считается, что уничтожение, окончательное решение еврейского вопроса, решение о окончательном решении еврейского вопроса было принято на антийской конференции в январе 42-го года. Но по факту оно вытекало из тех действий, которые уже осуществлялись на территории Советского Союза, потому что вы помните, что Бабий Яр это значительно раньше. А Бабий Яр в свою очередь был следствием именно войны на уничтожение, решение, которое принималось на основе плана Баки. Вот такая цепочка. У меня это излагается в патетическом ключе, хотя и с серьезными основаниями. Но вот эта тема, она нуждается в глубокой дальнейшей разработке на основе активных документов. Да, еще хотел прокомментировать то, что книга Герлуха же до сих пор не переведена на русский язык. Никто ее не осилил, ни Россия, ни Белоруссия. Книга 1200 страниц. Существует монография немецкого ученого-ченого Кристиана Герлуха, которая называется «Просчитанные смерти». Там исследуется план Голос на материале Белоруссии, как вот этот план воплощался на территории Белоруссии. Герлух не занимался ни Ленинградом, ни Ленинградской областью, где все это тоже, что Герлух приедет к нам, потому что на первых территориях Ленинградской области, особенно в предместе Ленинграда, Голос был не меньше, чем в собственном блокадном городе. Но это очень подробная и глубокая монография, которую, конечно, следует немедленно перевести на русский язык. Она такой вот на Голос. Она 1200 страниц. Мелким шрифтом и на тоненькой бумаге. То есть такой очень солидный кирпич. К сожалению, несмотря на то, что эта книга напрямую касается истории Белоруссии и истории России, ни Республики Беларусь, ни Российской Федерации пока что не взялись за перевод этого. Но там огромный труд. Я сам попробовал посмотреть с немецкого. Ну, конечно, очень долгая работа. Вообще, надо сказать, что тематику плана голода и геноцида вот именно по отношению к славянским народам в большей степени на данный момент разрабатывают немецкие и британские ученые. В России на эту тему работают очень мало. Например, в Британии есть, ну, я бы сказал, фундаментальные работы историка Алекса Кея, которые вышли недавно, и очень хорошая работа историка экономики Адама Туза, которая называется «Волна разрушений». Она как раз посвящена экономической стратегии уничтожения на территории СССР. Оттуда можно много подчеркнуть. Пожалуйста. Как Вы относитесь к подсчетам Земскова по потерям? 16-17 миллионов. Значит, я согласен с Земсковым в том смысле, что подсчеты по потерям мирного населения несколько завышены. Вместе с тем, как мне кажется, Земсков значительно занижает общие жертвы. То есть Земсков в своей известной статье все-таки сегодня все в 20 миллионов, но мне кажется, что он не прав. Думаю, что цепь 26,6, которая демографическими расчетами выведена, она более соответствует реальности. Спасибо. Пожалуйста. Вы сейчас говорили о том, что в Англии прорабатывалась эта тема касаемо границей, посредством полоказа, врушения. А с Вашей точки зрения, почему? Скорее правильно поставить вопрос, почему не прорабатывалась эта тема в России. Потому что, как мне кажется, западные историки, они просто более свободны от политической конъюнктуры, и они занимаются теми темами, которые им интересны. Ну, то есть, грубо говоря, в принципе, существует достаточно большая литература по истории нацистской Германии, по истории Холокоста, и в рамках вот этой истории, то есть, если ты занимаешься Холокостом, то ты неминуемо приходишь к теме общей политики уничтожения, потому что они очень тесно связаны. И, собственно, и Герлах через эту тему пришел, Адам Тусет, например, историк экономики, который изучал экономику нацистской Германии, и через эту тему вышел на политику уничтожения. Поэтому мне кажется, что это просто свобода научного творчества, там нет какой-то специальной задачи политических. А почему в России это не изучается? Мне кажется, что потому что подобные исследования являются делом историков-партизан. То есть, государство это направление никак не поддерживает. Мне неизвестно о том, чтобы на подобные исследования выдавались какие-то гранты. У нас нет каких-то государственных программ по изучению истребительной истории войны. И вот поэтому в данный момент это дело одиночек. Это дело одиночек таких, как Александр Дюков, который разрабатывает в течение нескольких лет данную тематику. Игорь Пыхалов, например, который написал знаменитую книгу «Великая обогранная война». Ну и я тоже в этой теме. То есть это скрыт. В нашей стране это скорее дело ее граждан. А в Америке, в Англии, в Германии это дело академических ученых. Спасибо. Еще хотел бы, конечно, Никиту Андреевичу Ломадину, который занимается темой блокады именно. Да, но Ломадин это вообще отдельная история, потому что Ломадин как раз совсем академический ученый, доктор исторических наук, который много лет посвятил теме изучения блокады и написал несколько очень глубоких академических монографий на новом материале. И, в принципе, после прочтения Ломадина, в принципе, не возникает вопроса о том, нужно ли было сдавать город. Вопрос просто выходит за скобки. Поэтому, да, такая литература есть. Другое дело, что не существует некой смычки между академической наукой и средствами массовой информации. То есть, если бы у нас документальные фильмы по каналу Российским или на Первом канале снимались на основе исследований Ломадин и других крупных ученых, занимающихся истребительной политикой в рамках, в научном сообществе, то было бы гораздо лучше. Вопросов, стоило или не стоило бы сдать Ленинград, просто не возникало. Это было бы просто неприлично. Такие вопросы задают. А еще хотел бы небольшой комментарий добавить. Ну, вот, Александр Дюков, сейчас все-таки есть свой фонд, историческая память. То есть, какая-то поддержка ему идет. Правда, из не очень раскрываемых источников, но это его личное дело. Но сейчас Александр Дюков анонсировал, по-моему, уже два года назад, что наконец выйдет сборник по, статистический сборник по уничтоженным деревням в России. Потому что выяснилось очень неприятная для России ситуация, что справочник по уничтоженным деревням Беларуси выпущен уже давно, справочник по уничтоженным деревням Украины выпущен давно, а в России такого справочника просто нет. Просто нет. Вот. И вроде бы Александр обещался выпустить первую часть уже в ближайшее время, но я так понял, что у него сейчас все силы и следовательские брошены на расследование преступлений против человечности на Донбассе. Поэтому, мне кажется, сейчас у него вся эта остальная работа буксует. Насколько я знаю, на кандидатскую диссертацию. Силы брошены. А, ну или на кандидатскую диссертацию, да. То есть если вы видите, что Александр Дюков там постоянно молчит в Фейсбуке, значит, он что-то пишет. Потому что когда он активно что-то в Фейсбуке пишет, значит, он ничего не пишет научного. Вот такой небольшой комментарий. То есть работа ведется, но опять же, это не какие-то, знаете, институты, это не группы аспирантов, которые выезжают в архивы, например, не знаю, в Брянскую область, и там поднимают материалы по оккупации, по уничтожению. Нет, это, как правило... Я считаю, что должна быть отдельная государственная программа, она оцелена на изучение, в частности, войны, Великой Отечественной войны вообще, и вот этого ее аспекта в частности. Вопрос по этой же теме сначала. Вот, смотрите, вот уже есть, вот вырисовывается какая-то группа, да, вот вас, историков, как, как сказать, как активных сторонников вот этой вот идеи, да. Есть ли возможность вот у вас подключить, я не знаю, нас, простых людей там, и каким-то образом воздействовать на политику нашего государства, я не знаю, там, петиции или, там, каким-нибудь предложением, еще чем-то там. Ну, в общем, есть ли возможность инициативы снизу, которую вы бы могли бы организовать? Ну, стараемся. Да, возможность такая есть, и более-таки мы этим занимаемся, всеми возможными способами, то есть, там, через медение площадки, вот, через выступления, мы стараемся и с людьми встречаться, и историкам другим давать возможность. Вот я, например, сейчас, с Дмитрием Юрьевичем, мы об этом 3 марта рассказываем, мы создаем новый проект, который будет называться «Цифровая история». «Цифровая история» — это, так сказать, народный, еще не портал, точнее, народный исторический проект, который будет состоятельный из трех составляющих. Это будет сайт, это будет канал на YouTube, где будут выходить ролики, интервью с академическими учеными, занимающимися непосредственно конкретными проблемами. Почему это важно? Потому что основное представление об истории России, в частности, у народа, оно формируется на основе заявлений разного рода публицистов. Публицистов, которые все чаще сваливаются в конспирологию. Один, кто мои ролики смотрел, допустим, на оперу, знает, что я яростно противник просто конспирологии. И вот некой смычки между наукой и просвещением в России на данный момент не существует. Система научно-популярных журналов практически разрушена. Те, которые есть, стоят дорого, выходят регулярно и так далее. А самое главное, что молодежь в основном не учитает, а потребляет контент социальных сетей. А я по второй своей специальности занимаюсь как раз социальными сетями. Я понимаю, как это там работает. Но сейчас это работает плохо, потому что вместо нормальной истории существуют СММ-истории. Это картинки с какими-то недостоверными фактами, это подборки, опять же, недостоверных фактов, это фальшивые документы, которые становятся популярными не в силу своей достоверности, а в силу своей сенсационности, потому что они набирают много лайков и репостов. И поэтому все, например, читают фальшивую речь Александра Бенкендорфа, которую он якобы произнес наследствие перед декабристами. А потом, значит, с умным видом на форумах рассказывают, а вот там Бенкендорф декабристам сказал. Вот. И вот таким образом, с помощью этого, если изучить приемы развития контента в социальных сетях, можно внедрить в разум среднестатистического пользователя этих соцсетей любую вообще идею, в том числе и историческую. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, вот как мы отвечаем на эти вызовы, как мы объединяемся, мы создаем сейчас вот этот исторический портал, да, исторический проект, с помощью которого можно будет доносить до населения адекватно на академическую и историческую информацию, не политизировать. Егор, я немного о другом. Я о том, чтобы выйти на правительство, я не знаю, кто там занимается, тот же Мединский, может быть, там как-то через него воздействует, но действительно, то есть повлиять на то, чтобы наверху было принято решение о государственной поддержке, о создании вот этой самой какой-то программы, выделение грантов и так далее, и так далее. Вот с этой идеей туда выйти. Есть российское историческое общество, не путать с российским военно-историческим обществом. Да, есть российское историческое общество, вот с ним я там потихоньку пытаюсь налаживать какие-то контакты. Если РВИО, это подминистерство санкультуры и направлено на популяризацию отечественной истории, насколько хорошо это у них получается, это очень большой вопрос, с моей точки зрения. Мы постоянно выступаем с холодными предложениями, постоянно. А есть российское историческое общество, оно такое более академическое, но оно при этом более закрытое, оно занимается как раз именно такими более глобальными, концептуальными вещами, но они как-то сейчас... Его курировал Нарышкин, а Нарышкин ушел, вы сами знаете, куда. Он остался на светлой стороне силы, но ушел в тень. Поэтому как-то вот все проекты РИО сейчас как-то они свернуты. Не то, что свернуты, находятся в таком успячивом состоянии. Вот, и в абсолютном право, что, понимаете, если мы не будем что-то предлагать, найдутся люди, которые напишут какой-нибудь такой очень формальный проект, получат грамот, потому что никто больше не подался. И, опять же, потратить государство финансировано на абсолютно какую-то пустую вещь, ненужную, да. Так что, конечно, работа ведется, но, опять же, у Егора есть основная работа, но сейчас, я так понимаю, ты все-таки хочешь сделать именно цифровую историю, основную работу. У меня это работа в музее, это вообще как бы некоммерческая история, и там просто много всего. То есть не хватает людей. То есть... Ну, может быть, того самого Дмитрия Юрьевича привлечь. У него рисунок большой в этом плане. Дмитрий Юрьевич, поверьте мне, Дмитрий Юрьевич работает на заправлении по полной программе, в том числе и с министром. В том числе и с министром культуры. Ясно. А вот вопрос, который я хотел задать, не знаю, просто вы подскажите по тени, это или нет, про Финляндию, про то, как Царская Россия Финляндию создавала. Или это не совсем... Вы тоже про Финляндию рассказывали. Все знают, что история-то известная, тут ничего особо секретного нет. Просто сейчас как раз сто лет независимости Финляндии, нужно, наверное, написать такую книгу в стиле СММ истории, там, 10 мифов об истории Финляндии, что-нибудь такое. Вот, или 10 миф о финской войне. Потому что история наших отношений оказалась в первую половину XX века очень сложной. Да, то есть, действительно, Финляндия вошла в состав Российской империи в 1809 году в результате последней русско-шведской войны. Вошла на особых условиях, на условиях льготных, которые Александр I им выдал специально для того, чтобы они там не бунтовали, были лояльны, то есть, используя британскую политику, чтобы завоевать умы и сердца, выдал им обширные автономные права. А Александр II выдал им еще больше автономных прав. То есть, он в 60-е годы XIX века позволил, то есть, позволил он ввел в Финляндии национальную валюту, сделал финский язык в термо-государственную, затем была построена система железных дорог в Финляндии с российским стандартом. То есть... Ну да, при этом первый был шведский, а не русский. Государственные языки, там были шведский и финский. Но потом, когда Александр III и Николай II начали проводить политику русификации в начале XX века, то она натолкнулась, конечно, уже на сильное сопротивление местной интеллигенции, но потом, когда империя рухнула, вот они начали строить свой национальный проект, который изначально был очень русофобский. То есть, он строился на отрицании всего того хорошего, что Россия для Финляндии сделала за этот период автономии с 1809 года. И очень важно сказать, что Финляндия сразу заняла очень враждебную, агрессивную позицию по отношению к России. Сразу по завершении финской гражданской войны начались военные экспедиции финских добровольцев в Карелию с целью ее занятий, забрать к себе Финляндию. И то, что у нас советско-финляндская война рассматривается вне контекста этих событий, в заре финской независимости, это неверно. Потому что становится абсолютно непонятным то глубокое недоверие, которое было между СССР и Финляндией, причем оно было обоюдным. В результате, к сожалению, все это разрешилось войной. В 1940 году, после советско-финляндской войны, финны решили, что надо брать реванш. При помощи нацистской Германии стали частью плана Барбаросса. Действительно, они осуществили свои экспансионистские планы в 1941 году, то есть дошли до Свери, Свери форсировали, взяли Ланец, взяли Подпорожье, зашли уже на территорию Вологодской области, заняли Петрозаводск, заняли Медвежегорск, форсировали Канаду и Сталина. И с большим трудом их оттуда выкинули в 1942 году, причем взорвав шлюзы на Беломорканале. При этом советская дипломатия все время старалась через наших союзников западных повлиять на финнов, чтобы они вышли из войны. Но, к сожалению, несмотря на все дипломатические усилия, пришлось еще раз с ними воевать в 1944 году, проводить крупную наступательную операцию, потом все снова свело к дипломатии. И, в общем-то, Финляндия сделала разворот на 180 градусов, то есть она была с 30-х годов ориентирована на Германию, а с 1944 года, по 1991 год, она была строго ориентирована на Советский Союз, стала образцовым соседом Советского Союза, за что получала очень неплохие преференции. Экономически получала много заказов. Сыр Виола, все, наверное, помнят 70-х годов. То есть поставляли сюда. Но сейчас Финляндия снова уже, скажем так, повернулась на Запад, вошла в Евросоюз, отказалась от своей валюты. Но, к счастью, наши соседи, Финляндия и Швеция, по-прежнему нейтралы и не входят в НАТО. Сейчас, тем не менее, вот это главная коллизия на севере Европы и главным усилием нашей дипломатии, как мне кажется, направлены именно на то, чтобы вот так все осталось. Спасибо. Ну, это будет еще серия передач про Финляндию. То есть сейчас на опер.ру идет серия лекций о Советско-Финляндской войне, но там потом будет и о дипломатии, да, и о том, как все наконец закончилось, как наконец все помирились наконец, на каких условиях. Как все вернулось в мирное русло. Да, пожалуйста. Два вопроса нужно задам? То есть получается, я так понял от вас, что план, как говорится, был разработан, да, по выведению за скобки лишнего населения, но в связи с тем, что война немножко пошла не так, фактически его в действие не приводили, кроме, как говорится, общей тенденции. Беларусь иначе всего лишь. Да, да. И да, и нет. Безусловно, он был приведен в действие, приведен действия в некоторых аспектах. Первый аспект это уничтожение военнопленных, потому что здесь связь с планом Паки просматривается самым прямым образом. То есть после того, как план Голод был утвержден, его основные положения были спущены в верховное командование Вермахта и командование сухопутных войск, и именно исходя из него в военнопленных были установлены резко заниженные нормы питания. В результате которых и была такая грандиозная смертность в течение первого года войск, основная смертность военнопленных, это осень-зима 1941-1942 года. Поэтому колоссальная трагедия немецкого плена, общее число погибших это примерно 3,5-3,8 миллионов человек. Это как раз следствие плана Паки. Потом, как я уже говорил, план Паки был введен в действие абсолютно в условиях плаката Ленинграда, и не только он действовал в блокадном городе, но и на оккупированных территориях Ленинградской области, как наименее, плодородных. Но отдельный аспект этого плана также вводили в действие и в Белоруссии, и на Украине, несмотря на то, что это были черноземные территории, был спланированный повод в Киеве. И я бы относился примерно четверть, или может быть даже и выше число жертв оккупированного Киева, именно на голод и ухудшение условий жизни. И, помимо, вторая часть это Бабия, третья часть это угон населения в Германии. Вот за счет этих факторов уменьшалось население. Голубь был в Кайкове организованный, и там только за один месяц, по оценкам немецкого историка Норберта Мюллера, погибло 23 тысячи человек. Но вы совершенно верно заметили, что этот план, естественно, запасовался в связи с тем, что война пошла не тем образом, как и планировалось. Дело в том, что срыв плана Барбаросса резко увеличила потребности в рабочей силе. Соответственно, прекратилось уничтожение военно-пленных, они стали использоваться на тыловых работах. И, в принципе, население перестали рассматривать временно как ненужное, а стали рассматривать именно как полезное, способное привести пользу, способное привести практическую выгоду. И, говоря пацистским языком, коэффициент полезности этого населения, и оставил шанс на жизнь тем людям, которые изначально планировали закончить жизнь. И еще один вопрос. Есть же такой пункт гугли, это люди, оставшиеся в Европе или сближавшие туда с немцами. Как-то он оценивается? Да, да, он оценивается примерно 600-620 тысяч человек. То есть, в принципе, так же, как оценивали после войны, да, приблизительно? Да. Ничего не изменилось. Да. Ну, последние цифры, последние исследования, которые были сделаны на эту тему, это исследования, напомянутые здесь из Емского. Вот, в принципе, они основаны на документах, и нет оснований подвергать какому-то сомнению. Так это в большей степени коллаборационисты или люди просто, которые были, пастербайтеры, которые по каким-то причинам остались или куда-то дальше двинулись? Нет, в большей степени, вот я вам рекомендую как раз ознакомиться с работами Емского по этому вопросу. Это значительная часть коллаборационистов, ну, там, неизвестных именах, допустим, это Виктор Арес, да, руководитель, один из главных участников Холокоста, создания Холокоста в прибалтийских республиках, это, там, каком-нибудь, Иван Девгинюк, например, да, который работал в концентрационном лагере охранники, вот, это, например, Лидия Осипова, автор известного дневника, которая жила у нас здесь в Мушкин, вот, была настроена крайне антисоветски, там, и при первой же возможности бежала на Запад, там ждала знаменитый свой, широко известный, я не знаю, как раз Никита Андреевич Ломалин, дневник Колбаратки, это вот такой, среди статистических паркетов коллаборационистов, который потом бежал назад, да, с другой стороны, безусловно, это были и астарбайтеры, но преимущественно на Западе остались астарбайтеры с Западной Украины, вот, по оценкам Земского, вот, а астарбайтеры из Восточной Украины, с территории России, с территории Белоруссии, наоборот, преимущественно стремились вернуться в СССР, и я, вот, как раз Земскок приводит очень интересный призот, дело в том, что те астарбайтеры, которые попали в западную зону оккупации, которых освобождали союзники, их не так просто еще передавали, там был некоторый момент, когда союзники на очень недолгий срок на теме умения прекратили передачу на землю этого населения советским административным органам, так вот, в этот момент там даже было некое подобие бунта со стороны астарбайтеров, которые пытались просто прорваться назад, вот, поэтому основная масса населения, вот, из таких коренных российских советских областей, она стремилась вернуться, я вот могу, в связи с вашим вопросом, рассказать историю своей семьи, прабабушка моей жены в мире вместе с ее дочерьми оказались в фашистскую неволю, вот, и когда одна женщина западной Украины, находившаяся вместе с ними в рабочем лагере, предложила им остаться в Германии, берем в западную зону, прабабушка моя жена отказала и прочитала стихи Есенина, я скажу, не надо рая, дайте родину мою. Ну да, кстати, вот, мы сейчас уже выложили, точнее, выложили после праздников книгу воспоминаний наших женщин на войне, и там есть уникальные воспоминания нашей женщины из Выборга, которая попала в плен под Выборгом и всю войну просидела в плену у финнов, точно так же, когда их отправляли всех обратно в Россию, то финны им говорят, как вас сейчас всех в Сибирь, вот, и они им говорят, что, ну, Сибирь тоже Россия, все хотят это домой. У меня история с моим дедом такая же, причем он был в плену, то есть он был военным, на лыжном рубеже попал в плен, и когда американцы освободили уже западную часть Германии, его освободили, он работал на американцев, на опционные войска, он был переводчиком, так как знал немецкий, и когда передавали советских обратно на советской стороне, ему настойчиво американцы предлагали остаться. Но он сказал, что это невозможно, у него жена и дети в Советском Союзе. Так что и не только астербайтеры, но и военнопленные советские, которых освободили в западной части Германии, тоже стремились к Советскому Союзу. Егор, мне кажется, экономические обоснования со стороны Третьего Райка о том, что нам нужно покорить Советский Союз, чтобы получить ресурс для войны с Англией, вот этот фактор нужно не то, что раздувать, но на него нужно делать акцент, потому что в советской историографии основной момент это то, что на нас напали, мы сопротивлялись. И вот это вот наше сакральное право, что мы переломили хребет фашистскому зверю. А то, что нас рассматривали как ресурс для вообще западных стран, это нормально рассматривать. Кого у всех остальных как ресурс? Мне кажется, вот этот вот момент надо муссировать. Потому что для современного цифрового медийного общества, где каждый второй подросток играет в стратегии и прочее, и рассматривает, вот можно захватить ресурс, нужно, чтобы наши сограждане вот это осознавали, что нас рассматривали как ресурс и заслуга советского государства, что мы этим ресурсом не стали. Спасибо за вот это вытаскивание, мне кажется, что на этом надо сделать некоторый акцент. Да, я с вами совершенно согласен, причем тоже, чтобы дополнить ваши слова. Я хотел бы зачитать один любопытный документ, очень малоизвестный. Это план, написанный генерал-адмиралом Конрадом Альбрехтом в апреле 1939 года. Этот план касался боевых действий на Балтике, но его преамбула в принципе отражает представление нацистских элит о будущей войне. Напомню, это 1939 год. Наивысшая цель германской политики видится в том, чтобы охватить всю Европу от западных границ Германии до европейской части России включительно и подчинить ее военному и экономическому руководству держав оси. Такая центральная и восточная Европа будет достаточно сильной, чтобы в ходе войны полностью обеспечить себя продовольствием и обороняться собственными силами и средствами, отказавшись от сырьевых ресурсов других континентов. Постановка политической цели с направлением главного удара на восток может быть реализована только в отношении России. Будет ли она большевистской или авторитарной, не играет никакой роли, так как от нее Германии нужны только территория и сырье. Задача построить замкнутую экономику и с этого, по большому счету, замкнуться от ресурсов и дальше уже распространять свое время. Да, совершенно верно. У вас еще было огромное. Егор, насколько раскрыта у вас тема астарбайтеров и вообще кто этим занимается? Этим занимается самый крупный исследователь этой темы Павел Полян. У него есть книга «Жертвы диктатур». Примерно 800-страничная монография, где на данный момент собран самый большой документальный материал. Могут быть, конечно, к нему некоторые вопросы по идеологической ангажированности. В первую очередь к названию. Есть вопросы, например, по числу жертв, потому что мне кажется, что Полян оценивает число жертв среди астарбайтеров очень низко. Он оценивает по немецким документам всего в 100 тысяч человек. Земсков поднял эту цифру до 200 тысяч. Я ее принял, но, честно говоря, это только то, о чем говорят документы. Надо понять, что за рамками этих документов происходит и нет ли каких-то других. Я до этого пока не добрался. Но ничего лучше Поляны пока что по этой теме не написали. Я рассматриваю трагедию астарбайтеров в главе, посвященной расовой политике Рейха, потому что существует такая идеологема о том, что вот эта вот расовая сегрегация славянского населения никак не касалась. Вот как раз трагедия астарбайтеров, она ярко высвечивает то, что расовая сегрегация славян касалась в самой непосредственной степени. Потому что то унижение, которое испытали наши соотечественники в Германии, это было унижение в первую очередь именно расовое. К ним относились как к низшему, как к неполноценному населению. И та дискриминация, которая проводилась по отношению к ним, это была именно расовая дискриминация. Самым ярким признаком этого был категорический запрет на какие-то отношения с местным населением личного характера. И причем, если, допустим, женщина из Советского Союза вступала в отношения с немецким, с гражданином Германии, с арийцем, то женщину отправили в концентрационный лагерь, а с немцем брали штраф. Но если советский мужчина вступал с немецкой женщиной в отношения, то не обязательно советский или, например, польский, который тоже считался неполноценным, то он подлежал казни, а женщину заключали в концентрационный лагерь. Потому что возникала угроза загрязнению немецкой крови. Пожалуйста. Вот в свете этого, скажите, пожалуйста, есть мнение, что на это отношение Германии к славянам, к более низшей расе, сыграло роль в окончании Первой мировой войны? То есть как Российская империя вышла, как после этого были колаборационисты в Украине, привлекающие Германию. То есть как бы это и есть какое-то влияние, или это просто облуждение? Значит, момент, почему такое отношение сложилось, это наиболее один из моментов, который наиболее подробно рассмотрен у меня в книге. Это история, которая тянется из глубины веков, потому что, не знаю, только очень предвзятый человек может не замечать никого антагонизма, который в течение веков сложился между Россией и Европой. То есть этот антагонизм мог быть смягчен в какие-то определенные исторические периоды, в какие-то он разгорался с новой силой, но он, вне всякого сомнения, не существует, потому что мы разные. Мы можем друг к другу относиться как враги, а можем как двои родные братья, но мы разные тут. И в русле расовых теорий, которые развиваются с конца XVIII века, претензий к России была одна, как раз которая коренится в ходе русской цивилизации. Дело в том, что с середины XVIII века и понарастающей в западном мире разрабатывается как раз теория представлений о расовой чистоте. Первым такую теорию выглянул барон Дагобино в середине XIX века. Идея его очень волновала, почему дворянство, которое было цветом французской нации, потерпело сокрушительное поражение в результате французской революции. И почему после реставрации оно не получило своего, и не произошло реставрации, то почему оно даже не могло теперь заново претендовать на возвращение своих привилегий. Маркетизм искал ответ на этот вопрос к экономике. А Дагобино объяснил это расовым выражением, смешением крови, тем, что дворянство утратило чистоту своей крови. И эта теория впоследствии обрела множество эпигонов, самым талантливым из которых был Чемберлен, философ, писатель и германофил, который считается учителем, духовным учителем Адольфа Гитлера. Чемберлен, который переехал из Англии в Германию и женился на дочери знаменитого композитора Гейхарда Вакуума. Собственно, на этой почве познакомился с ним уже очень престарелым, познакомился с Гитлером. Так вот, Чемберлен возвел идею чистоты крови в абсолютную. И к русским была основная претензия, потому что англосаксонская стратегия заключалась в том, что она ни в коем случае не мешает своей крови с покоренными народами. Англосаксы истребили индейцев, а вот, например, испанцы индейцев не истребили, испанцы женились на индианках. Так произошел этногенез современных наций в Латинской Америке. А, например, в Соединенных Штатах там живут в основном преимущественные потомки и днепропейцы, потому что они не смешивали свою кровь с коренным населением, этногенез пошел иным образом. И вот этот постулат, представление о обществе, которая исключает остальные народы, а не включает в себя, он как раз нашел свое высшее воплощение в фашизме. А русская цивилизация разворачивалась иным образом. Русская цивилизация не исключала другие народы, а наоборот включала. Поэтому русская нация – это смесь разных кровей. Как говорил еще в XIX веке Константин Леонтьев, известный русский философ, он писал, что мы не можем ставить в голову угла кровь, потому что откуда ты знаешь, какая кровь у того человека, которого ты любишь? И это был принцип русской цивилизации. Поэтому на Западе еще с конца XIX века возникает представление о России как о некой обществе смешанной, а значит испорченной кровью. И наоборот. О Западе возникает представление как о чистокровном обществе, несущем культуру, несущем просвещение и обладающем правильным знанием о том, как должно быть организовано окружающие среды. Вот в этом был основной конфликт. То есть и Робинон, и Чемберлен ненавидели славянство именно из-за смешения крови. И Гитлер эту идею воспринял. Для него, если пользоваться терминологией Джоан Роуэля, Гарри Поттера, все русские преимущественно, основные у нас русские, были грязнокровные. Ну, то есть никаких вариантов какого-то примирения, в результате, если бы там революции не было, все равно было все то же самое, просто поводы для войны другие были. Да, да, безусловно. То есть эти теории, они все уже существовали в 19 веке, просто в данный момент, в начало 30-х годов, когда Гитлер пришел в власти, они достигли своего абсолюта. Спасибо. Егор, как вы считаете, противостояние религии сыграло тоже свою роль? Конечно. Католитическое? Да, конечно. Но я вам как раз пишу, что таким важным источником нацизма было именно протестантство. Потому что протестантство, оно, собственно, и выдвинуло концепцию общества, которого исключают все теории крови. Они очень тесно связаны именно с протестантской религией. Именно протестантская религия подталкивала к геноциду исторические западные общества. А католицизма нет. Вот я там рассматриваю коллизию. Когда Колумб высадился в новом свете, сразу же началось истребление местного населения. Но оно через некоторое время прекратилось. Застрельщиком этого выступил святой отец Антонио де Монтасинец. Почему? Он прибыл на остров Испаньола, застал там финал истребления местного населения, пообщался с этим населением и ужаснулся. Почему? Потому что он понял, что вот те, кого истребляли, это не обезьяны. Это не какие-то существа. Понятно. Это люди. Они даже знали о всемирном потопе. У них были представления. Что ужаснуло Антонио? Его ужаснуло, что раз испанцы истребляли людей, то это грех перед Господом. А раз это грех перед Господом, то Господь обрушит свою корону на всех людей, в том числе и на католического короля. И он, спасая короля, помчался в Мадрид, в Трюме, потому что местная колониальная мафия пыталась его поймать и не допустить, чтобы он бежал. А он бежал, примечался к королю, к Фердинанду, дал ему весь подлиннейший доклад о том, что происходит, потому что Хара обрушится. Фердинанда, как правоверного католика, это тоже ужаснуло. И постепенно в католическом мире начался процесс признания индейцев людьми, который закончился полой Папы Римского, признавшего официально, что у индейцев есть душа. Значит, они люди, значит, их нельзя убивать. Их все равно убивали, но в меньшей степени. Постепенно этот процесс привел к тому, что испанцы начали жениться на едианках и пошел процесс совмещения двух обществ, индейского и европейского. А протестантизм, особенно кальвинизм пуританский, он выдвинул совершенно другую концепцию. Он выдвинул концепцию общества, которое исключается. Пуритане не рассматривали индейцев как людей, они их рассматривали как неких существ, которых Бог уничтожит ради того, чтобы они получили их землю. Они были воспитаны на ветхозаветных представлениях и себя воспринимали как новый благоизбранный народ, которому, как и первому благоизбранному народу, Господь даровит новые земли, истребив народы живущей на них. И когда они занесли действительно в новый свет болезни, к которым у коренного населения не было иммунитета, и увидели, что миллионы людей умирают от кори, от оспы, от гриба, от заболеваний, они это восприняли как свидетельство божьего сценария, что вот таким образом Бог уничтожает эти народы для того, чтобы отдать им землю имя. А потом и сами начали уничтожать эти народы. Вот так вот шла протестантская история. Православие же совсем из других посылок исходило. Оно исходило из посылок о всеобщем равенстве. И в связи с этим вот такой конфликт в течение веков, тоже он достиг своего богея именно в Великой Отечественной войне. Пожалуйста. Если вы даже рассматриваете ту ревизионную сторону, по поводу того, что революция более ревизионная, и коммунизм, люди большинство ведь отвергали, ну как, ядя, если честно, не очень, знакомостых, но люди, которые глубоко первые, которые поддерживают даже партию Россию, они ведь, вот эту идею они принесли, и вполне возможно, что были люди, которые поддержали нацизм в целях того, чтобы бороться против коммунизма в нашей стране. Есть ли такие вот, какие-то направления, которые следовало вот эту вот область? Которые следовало бы людей, которые поддержали нацизм, чтобы бороться против коммунизма? Это был главный посыл нацистской пропаганды, что мы за Россию только без большевиков, крестовый поход против большевизма, общий российский. Вы знаете, за последние 20 лет таких посылов очень много. Это не то, что вот документальные какие-то, какие-то, ну, именно частные, частные вот какие-то, кто-то боролся вот и... Да, есть воспоминания белогвардейцев, которые уехали из России после поражения в гражданской войне, вернулись в Россию уже в составе вермахта в немецкой форме, в роли переводчиков, администраторов и так далее. Вот здесь замечательный дневник человека, который приехал в 41-м году, полон надежд, что сейчас действительно немцы нам помогут построить Россию без большевиков, да, ну а потом в 42-м, 43-м году он говорит, что это уже... Немцы это тефтоны, они нас ни во что не ставят, они к нам относятся как к людям второго сорта, но в результате этот молодой человек, который вырос уже в эмиграции, он, собственно, застрелился в Бобруйском котле. Дневник уже нашли наши на его теле. Ну просто он же не изменичный случай, мне кажется. Ну как были? Нет, были. Давайте, да, я вам сейчас... Конечно, конечно. Я так понял, что существует два вопроса, да. Один вопрос касается, есть ли какие-то документы, посвященные этой тематике, которую вы сказали, да? Да? И правильно будет? Да, да. Такие документы есть, да, в наиболее известном, попадавшем в поле моего зрения является дневник Алаборатки Лидиосифовы, о котором я уже сказал. Можно почитать, например, я не знаю, вот того примера, о котором Валера сказал, но похожий пример – это дневник Ростислава Завадского, русского эмигранта, который вступил в Вермахт и попал в будущую дивизию СС Волония, где воевал под началом знаменитого бельгийского нациста Леона Дегрейли. Так вот, там Ростислав Завадский чувствовал себя очень неуютно. Я цитирую его в своей книге. Он писал в определенный момент, он писал, не подать ли прошение о переводе, чувствуя себя крайне неуютно. Про нас все говорят, что мы, русские гунны и народ, который нужно полностью уничтожить. Вот, то есть, нацистская армия, она была абсолютно, так сказать, нацистская поддержка белгвардейцев, которая была заметна до начала, до 22-го имени 41-го года, она была абсолютно лицемерной. Нацисты были прагматиками, они поддерживали эти силы, которые помогали им, могли им в будущем помочь, но делиться с этими силами ничем они не собирались. И не случайно, так сказать, в обозе нацистской армии они не везли никакого верховного правителя России, никакого царя, потому что, как я как раз об этом пишу, написал Геббельс накануне вторжения в СССР, «Запыленные великорусские планы никому из нас не интересны». Вот, поэтому, всей поддержкой белгвардейцев, других эмигрантов, нацисты готовы были пользоваться только в той степени, в которой это приближало их к вожделенной мечте, о которой молодой человек сказал, захватить ресурсы, захватить продовольствие и создать немецкий мир на русских территориях. Немножко добавлю, надо делить идеологию, на которой вырос русский народ, чтобы православие все-таки было объединяющим фактором народа и то, что русский на русской государстве впитало в себя все покоренные земли, и вот построена идеология брата, действительно этого не было, и даже отказ от церкви как политической системы внутри Советского Союза не ушел от этой идеологии. А нацистская Германия не была религиозным государством, но буританская идеология она в ней была. Вот, я хочу с вами, может быть, не согласиться и не согласиться принципиально. С моей точки зрения большая часть населения принимала коммунизм, потому что если бы она его принимала, не принимала, то Красная Армия просто не смогла бы победить в гражданской войне, как и Великой Отечественной. И я рассматриваю советский проект как, безусловно, как продолжение всей русской истории, и в том числе, скажем так, как русский протестантизм, то есть советскому народу, безусловно, было свойственно религиозное чувство. Религиозное чувство в том смысле, что советский народ, который вышел из русского народа, да, образовался из русского народа, в первую очередь, он создал этот проект для построения царства справедливости, социальной справедливости. А это была вековая мечта русского народа с данных времен. В этом смысле, это, ну, очень долгий разговор, который было бы интересно провести. На мой взгляд, русский народ, уйдя от форм, то есть вот церковь, это форма, да, уйдя от форм, сохранил суть, сохранил сущность. А сущность, это как раз стремление к сокроведливости, к правде земной. Вот все это в советском проекте было, присутствовало в полной мере. И эта земная правда без церковных форм. В Великой Отечественной войне столкнулась с земной неправдой, которая эти церковные формы сохраняла. И у немцев на их ремнях было написано с нами Бог, но всем было понятно, на чей Бог в стороне в этой войне. Он был на стороне русского народа, советского народа, и поэтому он победил. И в этом громадный и колоссальный исторический смысл Великой Победы, я считаю. Я думаю, можно блокировать и считаю. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ в книге события взаимосвязи России и Японии, у меня, например, где-то на Сахалине было. То есть вот это как отражается в книге или нет? АПЛОДИСМЕНТЫ Великой Победы, потому что это совсем другая тема, тоже очень интересная, но я и не касался. Как известно, Япония и Советский Союз вступили, Советский Союз объявил войну Японии уже после 9 мая 1945 года, подговаривали с тем, достигнутом в Тегеране и Ялте. И в контексте войны и уничтожения говорить на эту тему как-то... В общем, это немного другая тема. К сожалению, есть другие авторы, которые очень интересно это пишут. Самое лучшее это профессор Ложкин, написавший несколько монографий по советско-японским отношениям, в том числе и по советско-японской войне. Рекомендую его. Спасибо. Спасибо. Важен, за книгами приходите 3 марта куклоед. Опять же, спасибо большое, что пришли, потому что это вообще самая первая презентация этой книги. И там будет Дмитрий Юрьевич. Да, там будет Дмитрий Юрьевич, поэтому можно ожидать, что места нам заниматься заранее и там будет потолкнуться, как всегда. Вот. Так что, спасибо большое, извините, пожалуйста, что книг не удалось у издательства вытащить. Я был готов сам, собственно, их сюда привезти, но... Я тоже, поверьте. Ну, извините, пожалуйста, так получилось, но куклоеда будет достаточно. Тираж 3 тысячи на... Уже 5 с половиной. 5 с половиной тысяч, то есть, как бы, вот книг будет достаточно. Егор спасибо большое. Все, Егор отпускаем.